Итак, смотрите, то есть всё, что было перечислено, это правда. Вот всё, абсолютно всё, что было перечислено, это правда. Веды объясняют следующим образом, что в зависимости от развития человека он Бога понимает в трёх последовательных ипостасях. И это всё одна и та же Личность, просто разные приближения к этой Личности зависит от степени понимания или развития Личности. Первая степень развития — человек видит Бога как счастье или как Свет, как Абсолют. Это одно и то же. Счастье, бесконечное Счастье, бесконечный Свет, Абсолют. Или они видят Его как Вселенский Разум. Это всё одно и то же. Это означает видеть Свет Солнца. Мы сравниваем сейчас с Солнцем, да, Бога. То есть человек видит Свет, но он не знает Источника. Он ещё не знает, откуда Светит, поэтому он говорит, Бог — это Свет. Понимаете, да, о чём я говорю? То есть он говорит, Бог — это счастье. Чего вы беспокоитесь? Какая Личность? Он просто счастье. Его надо воспринимать как счастье. Имеет право на это человек или нет, понимать Бога, как он понимает? Имеет право. Это его уровень развития, понимаете? Он так понимает Бога. Он говорит, Бог — это разум, общий разум. Он так говорит. Почему? Потому что он так развит. На следующей стадии развития человек начинает видеть Солнце само, диск солнечный. Начинает видеть диск солнечный. И поэтому он принимает Бога за какую-то форму. Он не вдаётся в подробности, что это за... Он по нему чувствует, что это Личность на второй стадии. Но он не вдаётся в подробности, что за Личность. Она как будто бы такая, знаете, Личность, которая просто выполняет законы жизни. И такой человек обычно Бога видит в сердце. Он чувствует его в сердце, как законодателя жизни. Такой человек понимает, что есть судьба. Он говорит, всё по совести, надо жить по совести. «Бог тебя накажет» или «Бог тебя помилует». То есть он воспринимает Бога как законодателя жизни. То есть он чувствует, что это такая Личность. Но он не знает точно, что за Личность, которая действует как совесть. Она даёт нам благословение, наказывает нас. И такой человек, он просто называет Бога обычно такими словами, которые подчёркивают его могущество. Он говорит «Господь», то есть «Господин всего», «Бог». То есть тот, кто Всевышний, допустим. И даже в Ведах то же самое. «Вишну» означает «Всевышний» по-русски. Или на санскрипте «Богаван» означает Бог, кто обладатель всех достояний. То есть Бог означает тот, кто самый лучший. Шесть достояний есть, самых главных, которые... Бог, человек не может ими всеми обладать, а Бог может. Это он больше всего знает. Он самый знающий. Он самый красивый. Самый сильный, могущественный. Он самый отречённый. Уже четыре. Я обычно забываю одно. Он самый богатый. Пять. И ещё шестое. Ну, в общем, шесть у него вот таких вот вещей, которые, ну, как бы никто не может повторить. Это означает «Бог». Вот слово «Бог» от этого идёт. «Богаван» на санскрипте. Ну, то есть люди, которые видят вот форму, чувствуют форму Бога, как Солнце видит, диск солнечный, они понимают функции, они понимают, что Солнце светит, даёт свет. Иногда Солнце даёт радиоактивный свет такой тяжёлый. Это наказание Земле там начинается. В пустыне всё сгорает на Земле. Солнце начало светить тяжелее, значит, мы что-то не так делаем, здесь живём неправильно. Ну, то есть воспринимается Бог как тот, кто даёт счастье и забирает счастье. Понимаете? Это на втором уровне. И поэтому на этом уровне Бога вот воспринимают как законодателя жизни. И поэтому его боятся на этом уровне, испытывают страх к нему, и подпочтение как бы к нему относятся как к Отцу на этом же уровне. Понимаете? Есть ещё один уровень восприятия. Труднодостижимый. Труднодостижимый. На этом уровне человек догадывается, что за Солнцем стоит Личность, которая имеет конкретное лицо, глаза, голос. Понимаете? И Священное Писание говорят, что эта Личность, она имеет не одну форму, а много форм. Понимаете? Даже человек имеет много форм. Мне разок мама показала такого маленького ребёнка, который стоит без штанов, такой в кепке с галстуком. Без штанов, в кепке с галстуком. Ребёнку где-то три года. Она говорит, узнаёшь? Я смотрю, что-то знакомое. Нет, она говорит, это ты. Она мне показала мою другую форму, без штанов, в кепке и в галстуке. Это тоже я, но только в другой форме, в маленькой. Я только научился стоять, я ничего не соображаю, поэтому мне не обязательно штаны надевать. Вот, то есть мне надели кепку, нарядили меня, как им смешно, и сфотографировали. Понимаете? Это тоже форма моя. Я не могу сказать, что это не я. Просто я в детстве. Это я в детстве. Понимаете? Теперь я, когда прихожу домой, у меня жена говорит, ну всё, хватит командовать. Ты пришёл домой, в семью, раздевайся, будешь теперь не Олегом Геннадьевичем, а моим любимым мужем. Я должен по-другому там себя вести, я должен ходить, улыбаться ей и так далее. Другая форма, если вы такого Олега Геннадьевича увидите, господи, я не буду так и лекции такого человека слушать. Мне не нравится. Видите, даже у нас есть разные варианты, поведения. И веды говорят, что Бог, он ведёт себя по-разному в зависимости от того, как его хотят воспринимать. Кто-то так очень хочет его воспринимать очень смелым, сильным, таким, могущественным, чтобы за него можно было жизнь отдать. Пожалуйста, принимай мусульманскую веру. Там Бог предстанет в таком силе. И мусульмане сами самые смелые люди на земле. Им жизнь отдать вообще без проблем. Вопрос только для чего? Вот надо разобраться в этом вопросе, чтобы убивать просто так других. Зачем? Какой смысл? Богу это не нравится. Сто процентов. Вот. Если человек хочет стать смиренным и пожертвовать собой, пожалуйста, Иисус Христос. Это его форма, Бога, которая даёт людям знания о смирении, о сострадании, о самопожертвовании. Пожалуйста, без проблем. Если ты хочешь Бога увидеть в форме такого, как бы, мистического, такого, как бы, восприятия, который даёт глубокое познание тайны мира, тогда Ягова, понимаете, и так далее. То есть, есть много разных форм. Есть, допустим, Господь, который даёт понимать, что такое любовь. Это Кришна. Он переводится «все привлекающий, все любящий Господь». Его красивым очень рисуют. Мне, когда жена увидела первый раз этот образ Бога, она говорит «какая девочка красивая, мне нравится». И она взяла его, она думала «Кришна, это девочка, а это мальчик оказалось». Но он очень красивый, ещё девочки все отдыхают, потому что он вселюбящий, он должен быть красивым, чтобы любить. Понимаете? Есть рама, форма Бога такая. Он даёт правила понимания, как правильно в жизни себя вести. Он даёт знания о том, как строить семью, как себя вести. Все правила из этой формы Бога истекают. Понимаете? То есть, есть разные личности в форме Бога, но это самое труднодоступное знание. Если вам скажут, что Бог это личность, вы скажете, я не могу в это повернуть. Ну как это Бог, это личность? Ну такой же, как я, что ли? Это ты такой же, как он. Он по своему подобию тебя сделал, чтобы ты не считал себя недоделанным. Вот. Чтобы понимал, что ты тоже можешь быть, стремиться к совершенству. Понимаете? Вот и всё, мои хорошие. Я ответил на все ваши вопросы или нет? Замечательно. Вот поэтому есть разные традиции духовные, потому что есть разные вкусы отношений с Богом. Больше того, есть такие вкусы, которые вообще недоступны для понимания. Например, Богородица, она имела не такой вкус отношений с Богом, как мы с вами, потому что она его считает своим сыном. Она с ним у-у-у-у, она может его побить по попе, потому что он неправильно себя ведёт. Она сказать, ну-ка делай всё как положено, потому что он её сын, она имеет право на материнские чувства, понимаете, перед ним. Это недоступная для нас вещь. Или Мария Магдалина, он вообще для неё любимый. Понимаете, это любимый для неё. Господь может быть любимым, как супруг, понимаете, и он может такую форму принять. Но это недоступно для общего восприятия. Для большинства людей Господь это Господин, это тот, кто старший. Понимаете, это самый первый этап развития личности. Ещё есть более ранний. Это когда Господь нейтральный, он не Господин ещё никто, он просто счастье, он просто природа, он просто разум, нейтральные отношения. Когда мы приближаемся к личности, первое приближение означает, я слуга Бога, он Господин, я Ему служу. А потом идут дальше более серьёзные приближения. Но это уже недоступно для общего восприятия. Не хочу на эти темы даже говорить. Это уже высший пилотаж, понимаете. Вы услышали меня? Спасибо, Амбарс. Ещё какие вопросы про молитву? И не надо прыгать выше себя, не прыгнешь. Вот как вы воспринимаете Бога, так воспринимаете. Идите вперёд. Ваше воспринятие будет усиливаться, улучшаться. Вы должны согласиться с тем, что природа лечит. Вы должны согласиться с тем. У меня был такой случай в жизни. Мой близкий друг, он очень тяжело заболел. Он отравился так сильно, инфекция такая тяжёлая была в Индии, что он умирал. И врач его, он лечил разными лекарствами, эргидические врачи, ему не помогало ничего. Тогда он вынес просто его истощённого, как скелет, понимаете. Он вынес его просто на улицу, положил на раскалённое солнце. И он над ним и сказал, если Бог хочет, ты будешь жить. В этот же день он начал восстанавливаться. И у него за несколько дней всё прошло. Просто по цветам солнца он вылечился. Представляете, какая сила исходит от солнца. Нам может всё что угодно вылечить. Это несомненно, сила Бога оттуда исходит. Это не просто там какие-то ядерные взрывы, как говорят. Мы не можем понять эту силу. Она даёт любовь. Ядерные взрывы не вызывают птиц пение. Когда солнце восходит, птицы петь начинают. Ядерные взрывы не могут вызвать в цветке распускание. Так делает солнце. Ядерные взрывы не могут в людях вызвать радость. Когда солнце восходит, люди радуются. Ра означает солнце, дасть означает давать. Понимаете, ради ядерные взрывы вызывают только ядерное излучение, болезни и смерть а солнце дает жизнь жизни всему что нас окружает поэтому это божественная сила нам трудно это понять понятно что там какие-то реакции идут на солнце но мы не сможем это до конца понять все равно солнце есть три типа энергии веды говорят первая энергия эта энергия которая просто облучает это частицы вот эти вот всякие солнечного света кванты света 2 энергия солнца называется грубый тэджис эта энергия переваривать пищу то есть она дает все химические реакции там и эта энергия прямо заходит внутрь сразу представляете когда 12 часов наступает дня где бы вы не были у вас начинается активное пищеварение хоть вы залезть и в пещеру глубоко все равно грубый тэджис дойдет там до вас и у вас начнется голод это означает солнце там действует и вызывает процессы пищеварения есть еще тонкий тэджис который солнцу дает тонкий тэджис эта энергия которая дает мужчинам мужественность ответственность когда фотографию вот советского правительства увидел там 50 человек сидел они все-таки портовороты такие крепкие ответственные энергия солнца в человеке власть означает энергии солнца ответственность энергии солнца хорошее здоровье это энергия солнца иммунитет сильно это энергия солнца уже имеющая большую более тонкую природу этот мир очень глубокие непостижимы по своей природе мы не сможем все понять все что здесь происходит но если мы поймем что есть источник этой непостижимость этого достаточно надо просто стремиться к нему и тогда счастье всегда в жизнь